Так, ну мы, конечно, закончили прошлый лекций о том, что мы все доказали про автоморфизмы и доказали даже основательному алгебры. И у нас, на самом деле, осталось по автоморфизмам два примерно сюжета. Это вот я спрашивал про конечные поля и поговорить про разрешимость в радикалах. Вот, ну из-за того, что там с расписанием некоторые проблемы, поскольку у вас на майские праздники пропадает один вторник, а вторник — это день, когда... То есть, получается, что есть две лишних пятницы, и вторников не хватает, поэтому последний семинар надо будет по конечным полям, а в разрешимости в радикалах будет до плесток для желающих. Поэтому сегодня я поговорю про конечные поля, но вы, наверное, более-менее все знаете, но что-нибудь новое расскажу. А дальше останется с временем, мы начнем в разрешимость в радикалах и в следующий раз продолжим. На чехе у меня есть мотивация для того, чтобы что-то говорить про конечные поля. Собственно, мотиваций две. Первая была в прошлый раз. Мы с вами закончили на том, что правильный инугольник построим циркулем и линейкой. Тогда и только тогда, когда степень минимального многочлена для примитивного корня n степени единицы на q, является степенью двойки. И вообще хорошо понять, какая тут степень, и на самом деле степень будет, как мы докажем, ровно f от n, и тогда просто будет критерий построимости правильного угольника. Будет понятно, что он построен только тогда, когда число эйлера, функция эйлера от n, и имеет вид степень двойки. А второе, ну это тоже, конечно, сейчас будет для вас слабым утешением. Значит, когда вы были на первом курсе, вас Андрей Михайлович немножко убил критерий, как там, проверки, проверки за парламентальное время процедуры числа. Да, мимо АТС. Да. Да, убил, да. Да, да, убил. В следующий курсе был в программе, почитай, там у меня. Вот. Но я там был утверждение, которое, конечно, он не доказал, зато мы с вами сейчас его обсудим. Там в какой-то момент, значит, как часть доказательства, использовал следующий факт, что мы его отбрали, ну то есть, вообще, ну вообще говоря, алгоритм строился следующим образом, что мы проверяем, что x плюс а в n, оно сравнимо с x в n плюс а, но по модулю n и некоторого многочлена x в n минус 1. И там, в какой-то момент нам нужно было разложить от многочлена неприводимое, чтобы фактор был полем. И вот как раз говорилось, что у этого многочлена есть некоторые неприводимые компоненты в степени больше единицы. Ну вот, собственно, мы что хотим сделать? То есть, у нас есть, мы живем в ZP и мы там берем такой многочлен, RP взаимно просто, и хотим сказать, что это если мы развалим его на неприводимое, то там это обязательно какая-то компонента больше единицы. Ну, собственно, если мы возьмем здесь минимальный многочлен для порядка, для примитивного корня R степени единицы по модулю ZP, вот хочется понимать что-то про степень многочлена, там даже вроде это использовалось, то есть, в принципе, можно даже степень посчитать, и мы ее посчитаем. Ну вот наша цель поговорить, чтобы вот эта часть была яснее, ну, про это поговорить, ну, и вообще про то, как устроены коричные поля. Ну, давайте я напомню то, что у вас, наверное, уже было. Так, что вы, наверное, знаете? Ну, понятно, если у вас есть коричное поле, то значит, у вас есть какая-то коричная характеристика. Вы берете, сколько-то раскладываете единицу, получается когда-то ноль. Конечно, характеристика должна быть простым числом, и в этот, тогда у вас F содержит внутри себя этот P. Так, как F линейное пространство, то в F может быть коричный элемент только степень этого числа, то есть P в степени N. Поскольку у вас, вы берете базис, и дальше у вас есть ровно P-вариантов для каждой координаты в одном базисе. Наверное, вы еще доказывали, что таких полей не больше, чем одно. То есть, ну, давайте напишем утверждение, что поле из P в степени N элементов существует единственная точность доизоморфизма. как мы это доказываем? Ну, если у нас здесь поле из P в степени N элементов, мы хотим доказать, что все элементы F это корни некоторого многочлена. Как мы этот многочлен найдем? Ну, рассмотрим, значит, мы знаем, что F со звездочкой это мультипликативная группа поля, даже пока не важно, что она циклическая. Главное, что в ней P в степени N минус 1 элемент. Это означает, что если я возьму любой элемент из A, ну, кроме нуля, то он в степени P в степени N минус 1 будет равен 1. Отсюда мы получаем, что вот эти элементы это корни многочлена X в степени P в степени N минус 1 минус 1. Но если я хочу 0 добавить, то я это все еще умножаю на X и получаю, что A это корень вот такого многочлена X в степени P в степени N минус X ну и 0 корень этого многочлена. Причем у этого многочлена, то есть в поле F содержатся все корни этого многочлена и более того, кроме них ничего не содержится. То есть это минимальное поле, которое содержит корни этого многочлена. Отсюда получается, что F это поле разложения многочлена X в степени P в степени N минус X над полем из P элементов. Ну а поле разложения у нас существует единственное по теореме, которое мы доказывали. Поэтому действительно у нас есть ровно одно поле из P в степени N элементов. как мы знаем, мультипликативный груб поле циклично, она циклическая, поэтому существует такое тета из ZP с чертой, то F это ZP вот это. мы доказывали на первой лекции и у вас тоже было в прошлом курсе, что любая конечная конечная подгруппа, мультипликативная группа лица циклическая, поэтому существует элемент, который ее порождает, но естественно, если вы добавите его к ZP, то там будет лежать в степени, значит будет все в созвездочке, больше ничего не будет лежать. Поэтому F это ZP от тета, ну и мы тем самым сразу доказали теорему о превентивном элементе для конечных полей, потому что любое поле, оно запророжает с одним элементом, и значит, если у вас есть конечное расширение, любое конечное расширение конечных полей, оно порождается вот этим элементом. Давайте я это напишу. Если у вас конечное расширение конечных полей, то верно, что K от F от тета, но просто потому, что вы берете, говорите, что K содержит F, K содержит ZP, значит, K над ZP порождается одним элементом, ну и значит, над F тоже порождается этим же самым элементом. Здесь у вас конечное расширение то есть это утверждение очевидно следует из того, что мультипликативная группа циклическая. Так, быстро или нормально? или что-то уже, что-то не понятно. Важно помедленнее. Что? Покажи вы. хорошо. в принципе, еще можно проверить, что у вас всем никакие многочлены неприводимы не имеют квадратных корней, чтобы срочно проверить свойства сепарабельности, если, ну там, оно вас волнует. давайте я тоже напишу. Не приводим. Не имеет. На самом деле, можно из-за разрешение ZP брать тоже, наверное, для конечных полей тоже верно. Давайте это тоже проверим. Ну, если пусть пусть он неприводим, но имеет кратные корни, тогда это может быть только в том случае, если его производная равна нулю, потому что производная это многочлен меньшей степени, и он должен иметь общий корень с F, а он должен быть с ним взаимным прост. Поэтому производная равно же равно нулю. В таком случае производная равна нулю. Производная у этого многочлена равна нулю. если мы напишем этот многочлен и возьмем производную, то получится что-то в духе n a n x v минус 1 плюс и так далее плюс a1. Если это равно нулю, значит, у нас вот все коэффициенты, при которых a было не нулевым, здесь должны быть числа, делящиеся на p. Значит, на самом деле многочленных от x имеет вид вот такой. Это a0 плюс a p на x в этой плюс a2p на x степени 2p плюс и так далее. Ну и вначале будет какой-то a mp на x степени mp. Потому что иначе у вас при производной коэффициент не обнулится. Еще раз. Значит, если многочлен sixteen преподимый имеет кратный корень, тогда его производная обязательно должна быть равно нулю, потому что иначе f от x у нас имеет если ему и кратный корень, значит, этот нот не равен 1p. А если нот не равен 1p а многочлен неприводимый такого быть не может. Только может быть в любом случае, если производная ровная потому что производная имеет меньшую степень. Поэтому произвольно же равно нулю поэтому все коэффициенты при степенях не кратных п должны быть равно нулю иначе предпроизводная не вылезет и производная будет не равно нулю значит фатекс имеет вот такой вид ну дальше легко проверить что если вот действительно у вас и фатексы zp эта штука это по этой степени вот такого многочлена но чуть позже я это еще раз повторю но привозили в эту степень у вас но можно можно как бы у вас все коэффициенты по модулю п кроме тривиальных они обнуляются поэтому можно просто считать что это по этой степени каждого из слагаемых а дальше так коэффициент лежат у меня в zp то есть воздух по этой степень то у меня не просто перейдут себя то есть а mp то в этой степени то mp просто помолоть время фирма поэтому этот только член фатекс это по той степени кого другого многочлена значит он не может быть не приводим потому что это по этой степень побольше единица не не приводим поэтому пока не в zp таких многочленов не бывает который медкратные корни это значит что мы можем применить теорию голова давайте посмотрите у нас есть автоморфизм вообще в нашей в нашем конечном поле то есть я напомню что наша теорема вот по теории голова наверно то есть но ты кванец по крайней мере определение это верно если у нас есть теорема в противном элементе ну и любое расширение у нас не получается добавлением кратных корней но на самом деле если у вас есть любое вот берете конечное поле дают вот поле сп есть сразу очевидно автоморфизм в отличие от случая когда у нас есть основные числа для конечных полей просто можно явно предъявить какой автоморфизм будет это это автоморфизм пробениуса автоморфизм пробениуса который просто берет и переводит число а вот в эту степень что такое что эта штука делает она сохраняет сложение умножения поскольку у вас а плюс бы этой это а в пэт и плюс б в пэт и она сохраняет умножение заметьте что она те элементы которые оставляют на месте то есть если сегма а то равно а то есть а степени по равно а но это значит что а это корень многочлена какого многочлена степени по минус x но таких элементов поле f ровно п и это ровно элементы zp то есть авиатором автоморфизм он не просто там то есть он строит сложение умножения порядок он сохраняет там 0 единицу ну противоположный обратно тоже понятно сохраняет но он еще и оставит на месте только элементы zp то есть ему множество неподвижных точек это в точности zp это уже хорошо потому что как мы помним наши группа автоморфизм вода отмерять свойства что точка трассы на месте по 10 все группы это ровно zp ну растет автоморфизм то и все его степени тоже автоморфизма то есть другие автоморфизма кого не склеивает так спокойно вы спрашиваете сейчас еще раз у нас любое отображение любой галморфизм поле в себя он инъективен поэтому потому что у нас ядро тривиальное поэтому все что может быть но у нас из в по степени элементов и образе по степени элементов поэтому да в общем проблем не будет ну какие другие автоморфизма нужного степени взять да то есть можно взять сегов катый который будет переводить а а в степени при степени к понятно что раз эта штука автоморфизм то его позиция собой тоже будет автоморфизмом и она вот приоритет а в большей степени насколько таких различных автоморфизм будет но я напомню что в нашем f у нашего f это поле разложения многочлена их степени значит f это поле разложения многочлена их степени по степени n минус x поэтому пока маска меньше либо но и мы будем получать другие другие автоморфизм то есть нас но то есть понятно да мы будем так брать степень пока мы не перейдем в себя у нас же это как бы групповые элементы да поэтому мы будем вас получается но автоморфизм и до тех пор пока мы не получим автопризм тождественной так у нас группа конечно то у нас и мы будем отдать степень в какой-то момент получим айди копент получим один на поэтому что это будет ровно на н-ный момент потому что если сигма в катый оставляет любой элемент на месте значит что для любого элемента из f а в степени при степени к равно а а минимальный такой к при котором это может случиться это n потому что при меньших у вас просто элементов не хватит если у вас все а удовлетворять такому уравнению то значит значит если для любого а из f вот это выполнено значит любой а из f это корень на члена x степени при степени к минус x и значит количество таких а она нет не превосходит по степени к а у нас по степени элементов поэтому первый раз когда может произойти такое что у нас сигма в катает айди это прикормным n то есть сигма имеет порядок n то есть у нас вот этот все стигму сигма в квадрате и так далее сигма венет первый случай когда будет айди а все они будут различными автоморфизмами а у нас автоморфизмом должно быть по теории гула столько же какая степень расширения сейчас вот это расширение она нормально потому что это польза разложения давайте я напишу значит f над zp нормально так как это поле разложения значит количество автоморфизмом f над zp оно должно быть равно степени расширения степень расширения у нас эн это равно постепени а то есть вот это и над и есть степень мы у нас есть как раз она что марфизма поэтому группа автоморфизмов она просто совпадает earned губ порожденный автоматизм провинụся то есть наша группа устроен таким сказать просто активическая группа которая порождена вот этим автоматизма сигма Вот так. Ну давайте я оценирую какое-нибудь утверждение, в общем случае, как это устроено. Если у вас есть расширение конечных полей, ну конечно, оно будет автоматически конечным, тогда... Ну, группа автоматически, она произведена некоторым... Ну давайте я напишу tau, чтобы с сигмой не путаться, хотя tau то же самое. Значит, эта группа будет циклическая, она будет произведена некоторым элементом tau. Что делает tau? Ну вот если k из p в степени n, а l из p в степени k, то tau оно переводит a в a в степени p в степени k. Ну и тут нужно еще написать, что обязательно у вас n должно обязательно делиться на k. Ну это понятно, наверное, почему? Ну сейчас объясню. То есть если у вас есть расширение двух полей, то, во-первых, у вас обязательно... Значит, большая степень p делится на меньшую степень p. И, во-вторых, эта вся группа порождается автоморфизмом, который переводит a в a в степени p в степени k. Ну, например, если вы возьмете в качестве zp, то вы получите, что тут n должно делиться на единицу, это правда, а k будет равно единицу, то есть будет как раз автоморфизмом пробениваться. Ох. Ну, на качестве примерно такое же, то есть мы, в принципе, уже... Ну, можно по-разному это сказать. Можно сказать, что вот у вас есть... k содержит zp, и вы знаете, что у вас... Ну, если мы как бы в это верим, то это сразу следует, потому что k содержит zp, у вас группа автоморфизмов kanad zp, она порождается элементом сигма, и вам нужно, чтобы посчитать группу автоморфизмов kanad l, вам нужно посмотреть, какие автоморфизмы сохраняют l. Но это как раз автоморфизмы, которых сохраняют многочлен x-тепени по степени k-x, но они, конечно, пораждаются вот таким автоморфизмом. Но давайте чем-нибудь... Ну, можно подробнее опять же сказать, что вот у вас есть... Значит, еще раз, да, повторим то, что мы говорили. Значит, во-первых, tau сохраняет... сохраняет l, так как l — это поле разложения многочлена x-тепени p-тепени k-x. Во-вторых, если я буду брать степени tau, то первый раз, когда тут будет id, это в каком случае? Значит, tau в степени l у меня переводят a в степени p в степени k вножить на l. То есть первый раз, когда это будет id, тут должна быть n-ная степень, поэтому l просто будет равно n делить на k. Но то, что у меня n делится на k, понятно, потому что если k-лининное пространство над l, то количество элементов k — это степень количества элементов l, поэтому у меня по степени она такая-то степень, по степени k. Поэтому действительно, первый раз, когда он у меня будет id, это ровно в случае, когда у меня элита n-дерект на k. Ну и у меня получилось, что вот, ну, группа, значит, количество элементов в группе автоморфизма идей должно быть равно степени этого расширения, то есть как раз n делить на k, то есть l. Ну а мы уже нашли l различных автоморфизмов, поэтому группа автоморфизмов у нас будет совпадать с тем, что мы только что построили. ну и из этой общей картинки получается, что мы теперь все знаем про структуру конечных полей. да, наверняка, где? сейчас, тут нужно будет k, l, и тут должно быть, да, тут k содержит l, да. вот так вот, да. то есть если вы берете поле из p степени n элементов, то в нем существует единственное подполье из p степени n элементов, и оно вот сдается вот этим автоморфизмом. поле из p степени n элементов существует единственное подполе из p степени k элементов, где n делится на k. ну и структура подполей, она совпадает со структурой технической группы из соответствующего количества элементов. то есть вы, например, берете там поле f из 2 в 30 элементов. тогда ну понятно, как у него устроены подполя. то есть у вас будет обязательно подполье из 2 в 15 элементов, обязательно будет подполье из 2 в 10 элементов, будет подполье из чего-то, 2 в 6 элементов. соответственно тут будет подполье из 2 в квадрате, 2 в кубе, 2 в 5 элементов, которые будут соответственно вкладываться в соответствующие поля. ну и тут где-то будет поле из двух элементов. я вот поле сдаю количество элементов, которые в нем лежат. ну вот поэтому можно, ну и у нас есть всего 30 автоморфизмов, и у них будет собственно эти циклические подгруппы, порожденные элементы, образованные элементом, соответствующих порядков но у них то есть у нас будет элемент порядка 6 порядка 10 порядка 15 только 235 вот как они будут порождать соответствующие провинцировочные подполя поэтому в принципе про структуру количественных полей вот из этой картинки можно все получить ну давайте подумаем как может быть устроен как может быть устроена корни многочленный к степени минус 1 возвращаясь к алгоритму а к с значит давайте еще что определение но тут оно такое не очень аккуратно мы будем из ксен это будем изучать примитивный примитивный корень n степени из единицы то есть такой корень который не является корень никакого многочлена меньшей степени ну его минимальный многочлен давайте для него как-нибудь ну можно его m обозначать но вот в литературе он еще обозначается как все все н тут можно писать полин от которым это берется там q или zp вот это называется многочлен деления круга многочлен деления круга то есть собственно это минимальный многочлен для для ксен ну тут есть некоторые проблемы состоящие в том что если у вас для q и примитивные элементы они запихиваются нет в одном многочлене то есть но это мы докажем чуть позже то есть у вас примитивных корней их несколько это определение всем строгое потому что у нас есть всего фиат n корней на степени единицы которые имеются корнями никаких других многочленов просто берете но если их там расположить на единичной окружности да то вы берете просто индекса с числами заинопростыми с n то есть их всего фиат n при этом если вот здесь он правда единственный многочлен то есть у вас все фиат n будут тут лежать то для этого многочлена это уже не так он может разваливаться на а несколько других многочленов но это понятно ну давайте я можете сейчас пример как написать почему тут может происходить вот вы наберете поле ну скажем за три берете многочлен x 9 минус 1 x 9 минус 1 значит если вы x 9 минус 1 будет раскладывать на q то что у вас тут будет у вас будет x минус 1 и дальше значит какие элементы у вас будет x минус 1 поэтому будет их сказать и плюс 1 и дальше останется многочлен 6 степени да ну вот тут будет многочлен 6 степени и фиат 9 минус 3 6 и вот этот многочлен будет неприводим он будет собирать все вот это вот собственно фи и 9 от x сейчас нам 9 где-то не пролетелось мы пройдем сейчас дайте подумаю да давайте лучше сейчас и видите я промахнулся и не можем до все анду давайте возьмем возьму восьмой степени так будет показать здесь у нас это другой многочлен будет значит это будет x минус 1 на x плюс 1 на x плюс 1 это у нас 1 минус 1 и минус и еще у 4 и вот еще вот оставшийся многочлен это x чего там будет их 4 плюс 1 это будет собственно вот корни восьмой степени си 8 и сопряженный ему вот это вот это многочлен си 8 от x а если я возьму над за 3 то мы с вами знаем что вот x 9 минус x поле разложения этого многочлена это поле из девяти элементов над за 3 по нашему доказательству да вот на спорте поле разложения такого многочлена это поле из девяти элементов соответственно над за 3 как вас будет устроен но то есть их 9 минус x у вас конечно будет здесь я вам пристать такое же вложение написать там x на x минус 1 на x плюс 1 на x квадрате плюс 1 на x 4 плюс 1 но если возьмете примитивный корень который это будет это будет то же самое что порождающий элемент этого поля а если если возьму кси 8 над за 3 хорошо давайте я спрошу округа степень минимума лошенли кси 8 должна быть тонет еще понимать чем-нибудь я отражаю что она же быть равно двум почему-то я отражаю что кси 8 над за 3 от x имеет степень 2 имеет степень 2 это почему что что а больше вроде бы смысленно потому что мы знаем что вот это поле f оно на самом деле поражается на внутри вот этим элементом кси 8 потому что это примитивный корни восьмой степени зеница значит это как раз порождающий элемент ну вот этого многочлена значит f это кси 3 за 3 от кси 8 а степень минимального синдексе 8 это степень этого расширения степень разрешения 2 поэтому на самом деле здесь получится что у вас вот этот многочлен распадется на 2 2 квадратных трехчлена ну по-моему это будут что-то в духе вот я не помню что будет наверное кто-то в духе и скажите плюс 1 x 40 минус x минус 1 наверно вот эти два будут то есть в результате у вас получится что два примитивных корня восьмой степени зеница не попали сюда два сюда и поэтому прямо так вот то есть однозначно восстановить не удастся но по крайней первой степени может что-то сказать ну вот после перерыва мы докажем что такое утверждение утверждение то степень минимального многочлена то есть многочлен деление круга надзав p от x она равна порядку p по модулю n так сейчас дайте одну секунду проверим значит что-то порядок n по модулю p то есть в данном случае у нас бы получилось следующее у нас бы получилось что степень c8 z3 от x она равна порядку 3 по модулю 8 ну и 3 по модулю 8 это порядок 2 потому что 3 впадает это 9 9 это как раз сравним с лицом модуль 8 поэтому порядок тройки это 2 так что по крайней мере для этого случая работы то мы докажем это в общем случае ну и в частности если пн будет просто штука будет больше единицы поэтому акс все-таки работает но вот после первой мы это докажем давайте как бы соберем все что мы знаем значит у нас ну вот этот кси n это вот корень пусть это корень вот этого многочлена значит он ну давайте я буду писать кси чтобы у меня n все время не путалось а то n мы уже запомнили значит мы знаем что кси в n равно единице и при этом сивката не равно единице при к меньших n значит он значит какие у него есть сопряженные элементы ну значит если это многочленной степени да то он порождает собой то есть если я возьму zp от кси n zp от кси то это будет какое-то какое-то поле f из p степени n элементов да потому что у нас это корень многочлена неприводимого многочлена а неправильно то есть вот тут будет как раз не на вот эту вот степень да ну какой степени давайте я ксюль обозначу пусть сейчас давайте тут напишу пусть степень этого многочлена это какой-то шлуха значит это будет если я если я добавлю zp это будет какое-то поле из p степени к элементов где к это степень этого многочлена вопрос 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 нет нет хорошо давайте посмотрим какие автомархизы можем к нему применить если у нас f степень к элементов то мы берем кси значит мы можем взять кси в степени p кси в степени p в квадрате и так далее и кси в степени p в степени k который равно кси это вот сопряженные кси элементы ну почему сопряженные потому что мы берем автомарфизм у нас есть автомарфизм при автомарфизме элементы должны приходить сопряженные ну сопряженные естественно на dp we ну и кси в степени p в степени k равно кси но смотрите если под сей в степени p в степени k равно кси то это значит, что Кси в степени П в степени К минус 1 равно Кси. Ой, равно 1. Ну, Кси не равно 0, поэтому на Кси можно сократить. Поэтому если у нас Кси в степени П в степени К минус 1 равно 1, то, ну а Кси у нас, смотрите, Кси в степени не равно 1, и n — это минимальный порядок, это как бы минимальная степень, что Кси в степени равно 1. Из этого будет следовать, что П в степени К минус 1 делится на n. Потому что, ну если элемент какой-то степени равен 1, то значит, он делится на минимальную степень, в которой Кси равен 1. Но Кси в n степени равен 1 меньше неравен, значит, П в степени К минус 1 делится на n. Ну, раз П в степени К минус 1 делится на n, то П в степени К, оно сравнимо соединится по модулю n. И причем, это К, это наименьше такое число, чтобы П в степени К сравнимо соединится по модулю n, потому что если бы было число поменьше, то мы бы уже раньше получили здесь Кси. Значит, если, наоборот, если П в степени Л сравнимо соединится по модулю n, то значит, Кси в степени П в степени Л минус 1 равно Кси. Ну, это равно единице, потому что П в степени Л минус 1 делится на n. Поэтому Кси в степени П и Л равно Кси. И значит, получается, что у нас Л должно быть больше, чем К. Потому что мы как раз используем здесь то, что все штуки различные. Что если мы применим, будем вот здесь П в степени П в квадрате и так далее, то мы никогда повтор не получим. Ну, но раз Л больше внука, то получается, что К это и есть порядок П по модулю n. То и нужно было доказать. Так, ну вы еще живы, или тут что-то было непонятно? А, хорошо, давайте еще раз, да? Ну, то есть мы еще раз, мы берем вот этот примитивный квадратный степень из единицы. Берем, говорим, что степень минивали многощина К. Тогда мы живем в поле из П в степени К элементов. Вот этот элемент Кси живет в поле из П в степени К элементов. Ну, его сопряженно, это вот степень Кси, Кси в степени П, степени П в квадрате и так далее, до Кси в степени П в степени К, П в степени К минус 1. А следующий элемент тоже будет Кси, потому что у нас вот эта штука, это поле изложения вот этого многочлена. Дальше мы говорим, тогда получается, что мы знаем, в какой степени Кси равен единица, а именно в степени П в степени К минус 1. Значит, П в степени К минус 1 делится на n. А в никакой меньшей степени Пшки он уже не будет равен единицы, потому что иначе бы мы раньше оборвались, и получилось бы, что у нас не получится К различных сопряженных. Если мы тут раньше оборвемся, если в какой-то степени П в степени Л равен единицы, где Л меньше, чем К, то получилось бы, что у нас меньше сопряженных, чем нужно. И тут как раз играет роль то, что вот это все сопряженные, да, и их нужное количество. Вот, ну давайте поговорим про многочленных рационных чисел. Там, может быть, ну, будет немножко попроще, потому что рационные числа вам более приятны, чем, может быть, ZPL, хотя там тоже будет по модуле почта происходить, и мы, конечно, воспользуемся чем-то вроде автоморфизма Фрабениуса, поэтому хитрости там тоже будут. Значит, мы хотим доказать теперь, ну, видите, для каких-то, для типа ZPL у нас происходит что-то странное, у нас примитивный корень n-ой степени единицы, он разлагается, он, как бы, у него минимальная многочинная, имеет какую-то странную степень, которая, вот, не Фиатен, а какая-то другая. Ну, то есть, конечно, иногда она Фиатен, но, вообще говоря, она другая. Но вот для рационных чисел там все хорошо. Значит, мы хотим доказать какую-то теорему, что степень Пси nQ от x, это будет Фиатен. И тут самое мы с вами докажем, что когда можно поставить правильный наугольник. Ну, тут будет три шага в доказательстве. Первое, это то, что вот этот многочлен на самом деле имеет целые коэффициенты. Нам нужно будет сделать редукцию по модулю P, а это можно будет сделать только в том случае, если у нас многочлен имеет целые коэффициенты. Но, ну, я могу, давайте я просто так, чтобы как-то разбавить, выпишу просто, ну, вы, да, это делали на семинарах, давайте я тоже выпишу эти многочлены для маленьких n, чтобы было понятно, что происходит. То есть вот Пси nQ от x, они выглядят так. То есть при n равном единице это будет x минус 1, n на двойке это x плюс 1, n на тройке x равном плюс x плюс 1, числа Зейнштейна, n на четверке, это мы добавляем i минус i, при n на пятерке, значит, у нас те корни, кроме единицы, будут лежать в неприводимом многочленении, при n равном шестерке будет x варете минус и плюс 1, те, которые дополняют до шестиугольника, при n равном 7, это будет, значит, мы, ну, при n равном П, у нас всегда все корни, кроме единицы, будут лежать в одном многочленении, мы умеем доказать, что эта штука неприводима, при n равном 8, это будет x четвертый плюс 1, ну, и дальше там вот, при n равном 9, уже будет какой-то там многочлен в шестерке степени, я не помню его коэффициенты, ну, тут на самом деле, то есть они все целые, да, но на самом деле, вам может показаться, например, из этого вида, что, например, все коэффициенты хорошие, например, не все 0,1 и минус 1, ну, конечно же, это неправда, но минимальный многочлен, для которого это неправда, это, по-моему, n равном 105, это первый многочлен, у которого коэффициенты есть не 0 и плюс минус 1, ну, вообще могут быть, в принципе, любыми, но главное, что целыми, давайте докажем, что это действительно так, ну, для этого мы просто заметим, что, значит, что такое x в минус 1, это произведение всех многочленов деления круга для k делящих n, ну, тут я, ну, я тут, на самом деле, делаю сейчас немножко более хитрую вещь, ой, надо переписать, я буду делать следующее, но, ну, давайте я тут другой многочлен напишу, какую немногочлен написать, вот я возьму, место, чтобы доказывать, что степень его fiat n, я возьму произведение, сейчас, как я, что я хочу сделать, ну, в общем, это, на самом деле, не psi k от x, а это произведение всех, ну, многочлен, в котором я просто беру, и объединяю все примитивные корни, так, давайте тогда это перепишу, то я сейчас опять его запутаю, так, на какую-нибудь другую букву, давайте ро, значит, пусть у меня ро, ро n от x, это произведение x минус xi n, по всем примитивным корням n-ой степени из единицы, на самом деле, многочлен это, на самом деле, фи, но мы хотим это доказать, вот я хочу, чтобы теперь все рассказать, что эта штука, она в многочленах целыми коэффициентами, я буду делать это так, я возьму и скажу, что x в на минус 1, это произведение вот таких многочленов ро ка от x, по всем ка делящим n. Ну, почему это так, это потому что, вот что такое x в на минус 1? Это все числа, которые, у которых порядок делит n. Ну, значит, если у вас порядок элемента делят n, то значит, что он является примитивным корнем код какого-то, какой-то степени, которая делит n. То есть, сюда, вот сюда входят все примитивные корни степени, степеней, делящих n. То есть, если вы берете n равно 8, то значит, здесь будут же все корни 1, 2, 4, и 8 степени, а другие не лежат, потому что они тогда в степени 8 не равны 1. Ну, поэтому, если я просто соберу все примитивные корни в одну кучку, то я получу многочлены от произведения таких многочленов. Ну, и дальше я могу сказать, что давайте будем доказать по индукции, что это правда. если у нас все кроме n степени это многочлены с целыми коэффициентами, то n многочлены тоже с целыми коэффициентами, потому что у нас будет выполнено вот такое равенство, то есть, здесь будет ρn от x на произведение по многочленам, которые в меньшей степени, и я знаю, что вот эта штука это многочлены с целыми коэффициентами. Ну и дальше получается, смотрите, у меня слева написано xv на минус 1, тут написано многочлен с рациональными коэффициентами, а тут написано с целыми коэффициентами. Тогда понятно, что вот этот многочлен тоже с целыми коэффициентами, просто потому что, ну, если бы он был с рациональными коэффициентами, то если мы вынесем числитель и знаменатель, и данный нужен мой сюда, то получим, что у нас у этого многочлена, у этого многочлена у нас ноткоэффициент в районе 1, И это значит, что эту штуку можно сократить Ну, можно понять, что... Ну, да, но смотрите, у вас здесь коэффициент 1 Значит, на самом деле, у этого, у этого целого многочлена Старший коэффициент тоже будет равен 1 Ну или минус в 1, это не важно Поэтому у этого многочлена тоже нужна у нас старший коэффициент 1 И тогда получится что-тоNE От многочленов этого коэффициента равен 1 И у этого многочленов goats Ему часть равен 1 И значит, если вы вынетесь из на sejaщим Изнаватель отсюда, он должен сам собой сократиться Поэтому здесь тоже будет многочлен с целыми коэффициентами Давайте я это напишу Значит, если у меня выполнено вот такое равенство Ну, на какой-то многочлен Что? Что? Да Индукция, что для всех чисел, для всех камень ЖХН Это многочлен с целыми коэффициентами Можно еще добавить, чтобы стаж коэффициент равен единице Хотя это и так понятно, да Окей? Ну, то есть, для первых Н, вот мы проверили Многочлен с целыми коэффициентами Еще можно, да Значит, еще раз Ну, можно даже сказать, что у этого многочлен с целыми коэффициентом равен единице Давайте я это добавлю здесь Ну, там Предполагаем Что для всех К меньших Н Ро К от Х Лежит З от Х И старший коэффициент единица Это вот мы тут проверили, что для маленьких это работает Тогда Ну, вот если я сделаю из него многочлен с целыми коэффициентами То у меня получится вот такое равенство И я могу перейти к Ну, могу на А и Б сократить Потому что у меня этот многочлен То есть блук он назывался Приведенный у нас, да Это приведенный, это приведенный Значит, это должен быть приведенным Значит, на самом деле он должен быть многочлен Поэтому А равно Б Ну, А эквивалент АБ Ну, для З это значит, что А равно плюс-минус Б Поэтому с точью до знака Можно там сократить и проверить, что Ро АТН тоже лежит за тот Х Старший коэффициент у меня тоже равен единице Потому что произведение с точкой коэффициентом это единица Поэтому этот многочлен с целыми коэффициентами Так Ну, хорошо Второй самый сложный шаг Будет заключаться в следующем Что вот мы теперь возьмем То есть мы выделили все корни Примитивные в одну штучку И хотим доказать, что если Ну, вот КСИ корень Примитивный КТИКУ это примитивный корень И выделять сюда неприводимую компоненту То Если мы зайдем это В эту степень То он тоже будет Корнем Этого Многочлена Сейчас Дайте я Сейчас Так, надо мне это доказывать Вот Поехали Сейчас нужно доказать, что Fiat N у нас сейчас целыми коэффициентами, наверное, ну да, наверное, тоже можно поверить. Так, давайте это обсудим. Так, давайте посмотрим. Ну, опять же, вот этот многочлен целыми коэффициентами, старший коэффициент единица. Значит, ну а эти многочлены, вот они так устроены, мы их так записали, что у них тоже старший коэффициент по единице. Ну и мы делаем то же самое, да? Да, то есть, ну, наверное, надо было в прошлый лему это запихнуть. То есть, если мы, если из них можно выделить числитель и знаменатель какой-нибудь, то когда мы сюда перенесем, у нас получится, что, ну, вот этот многочлен целыми коэффициентами не изменится. А если у нас что-то домножится, ну, то есть, может, так, домножить и сократить коэффициенты так, чтобы эта штука и эта штука стала целой. Поэтому, ну, то есть, у нас тут будет что-то в духе. А делить на B, C делить на D, но можно перейти к многочленам, которые вот такие вот. Ну и тогда вот у них будет примитивно, и все будет хорошо. Короче, ну, давайте, там, это будет понятно, можно сказать, что это доказательство. Значит, psi n от q от x от многочлен целыми коэффициентами. Дальше мы хотим доказать, что если psi это корень, psi n, ну, нет, просто psi это корень многочлена, psi n от q от x. И если я его заведу в какую-то по эту степень, где p и n взаимно просто, то это будет тоже корень этого многочлена. На самом деле, если я это докажу, то более-менее все доказано, потому что у вас, ну, вот, допустим, я это докажу. Тогда вот есть один корень этого многочлена, и я могу возить любые степени, которые сравнимы, которые взаимно просто с n, потому что я возьму любую степень, которые взаимно просто с n, разложу ее на произведение простых, и дальше просто буду взять в каждое p, и если это же неверно, то у меня тогда аксиломый корень вот этого многочлена для любого m и n, ну, просто, поскольку я возьму m, разложу ее в произведение простых, ну, и применю эту лему s раз подряд. Я сначала выздув степень p1, потом получил выздув степень p2, потом получил выздув степень p3, и каждый раз будет получать с одного корня этого многочлена. Ну, если я это доказал, тогда получится, что у меня в любой степени взаимно просто с n это корень, а значит, у нас вот многочлен именно такой степени, которая там написана. То есть у нас все степени, которые взаимно просто с n, я могу перебрать. Поэтому я сожигаю это утверждение. Но пусть это не так. Начинается такая картинка. У нас многочлен x степень n-1. Мы его разложили на произведение многочлена с n-1. Ну, и тут какой-то остался многочлен. Давайте я фотосинопису напишу. Причем, x это корень вот этого многочлена. А x это корень вот этого многочлена. Ну, давайте этот слой как-нибудь получше напишем. Что такое xivp это корень этого многочлена. Это сейчас хитро будет. Это значит, что xivp это корень f от x. Это то же самое, что сказать, что xiv это корень f от x в степени p. То есть, если я вместо x напишу другую переменную, x в степени p, и поставлю туда x, то тогда получится тоже корень. Ну, отсюда примерно понятно, как будем доказывать. Мы сейчас возьмемся по модулю p. А по модулю p у меня f от x в этой. Это то же самое, что f от x в этой степени, и все получится. Ну, давайте это напишем. Опять у нас будет выглядеть что-то в духе автомархизма фрабениуса. Значит, давайте возьмем все это, все это, все это равенство возьмем по модулю p. По модулю p. Ну, давайте я напишу, значит, у меня... Я буду писать черточки, когда мы берем редукцию по модулю p, чтобы не перепутать. Значит, это будет вот cn q умножить на f от x чертой. Значит, кроме того, у меня, значит, f от x в этой. Этот многочлен, у него x это корень, поэтому он делится на cn от q, и тут получает остаток, ну, вот, какой-то частный же от x, например. Это так как c, корень, f от x в этой. Значит, я это равенство могу переписать по модулю p. По модулю p это будет вот такая штука. Значит, нужно просто везде черту написать. Вот, а в модулю p у нас есть установка из-инфра Вениса, который говорит мне о том, что то, что слева написано, это по этой степени многочленная f от x. Это значит, что у меня, значит, если тут по этой степени многочленная f от x написано, и это равно psi n q от x с чертой нажатой с чертой, это значит, что многочленная f от x и psi с чертой есть общий корень. Если это правда, то у многочлена сверху к степени n-1 есть кратный корень. Ну, мы знаем, что у такого многочлена кратных корней не бывает, по модулю, ну, потому что у нас n не делится на p, у нас p и n взаимопросты, поэтому у этого многочлена не может быть кратных корней, но у него производная не нулевая, поэтому получаем противоречие. Ну, и от противоречия показывают, что действительно у нас не могло быть такого, что cx и fp попали в разные компоненты. То есть это корни одного и того же многочлена, значит, что у вас действительно уже нет реверно. Так, вопросы? Или уже все потеряно? Еще раз, да, смотрите, на что тут, какая магия тут произошла. Ну, видите, я немножко, как бы, так, нагло пропустил какие-то утверждения. Ну, например, я тут нагло написал. Понятно, что вот я, опять же, тут f от x-то многочлен с целыми коэффициентами. Это многочлен с целыми коэффициентами. Раз это многочлен с целыми коэффициентами, старшим коэффициентом единица, то f от x тоже будет многочлен с целыми коэффициентами. И дальше мы можем их редуцировать по модулю p. И по модулю p тут получается забавная вещь. То, значит, у нас xy, f это корень этого многочлена, значит, xy это корень многочлена f от x в степени p, значит, f от x в степени p делится на psi. Значит, по модулю p, f от x в степени p то же самое, что вот экспертой степени ну и автоматизма фрабениусу под степень поможем выносить и значит получилось что ну и фатекс и psy есть общий корень поскольку у вас в этом разложении ну там понятно все корни это многощина корни многощина справа поэтому берем корни россина слева он за это попадает сюда поэтому по модулю п у них есть к общий корень раз века общий корень что он входит вот в эту скобочку эту скобочку то есть у вас у кси в степени x степени в 1 получилось что один корень входит как минимум два раза то есть у кси степени в минус 1 x степени минус 1 есть кратный корень а у этого уже выясняли что побуду лепы таки и мальчина метров токарни это не такие кому лучше не может быть карта корней у производными 0 0 не производная и она их степени минус 1 аяне делится на п поэтому такого быть не может сюда сверху это мы идутся в модулю п это мы взяли все все вот уточном слабо длипает от мы все катаны берем помогли п и но есть мы не берем мы когда хотим сделать вот такое преобразование то есть f от x степени промоев от x в этой степени и для этого нужно помогли перси ритуцировать да то есть это уже не тот магазин который здесь был тут другие корни да то есть это кси кси уже не корень этого многочлена потому что мы уже но мы уже редуцировали помогли по даму как бы уже живем zp вот это все написано zp равенство кроме вот этого 2 все что это происходит zp и общий корень есть zp да ну я могу написать и получили что у этого многочлена есть кратный корень zp и в принципе не может быть как такой есть бен делился на п но он делится на п поэтому такой быть не может я могу там на дни стёшку поставить чтобы тоже был поэтому что это бычество модуль п они просто число 1 не не целая как бы вот ну все ночные ну да ну вот пункта можно не повторять вроде понятно дасту после этого вы столько мы доказали все дальше автоматически получается потому что если у вас мы доказали то у вас любой любая степень зерна простая с n она корень этого многочлена значит у вас действительно все работает ну ладно что доказали сам теорему мы теперь знаем когда можно построить правильный наугольник так у меня осталось пять минут конечно я ничего очень успею давайте я тогда быстро напишу факты которыми буду пользоваться в следующий раз а вы мне скажете через это вы не знаете чтобы что вчера не повторять или скажет что не знаете мне придется это рассказывать но но когда-то было и некоторые люди возможно один человек из всего курса сможет вспомнить за конечное время там не но так сейчас значит для следующего раза мы будем заниматься разрешимость в радикалах это конечно связано с разрешимость она к связано прилим разрешимой группы точнее прилим разрешимой группы связано с тем что уровни разрешимой радикалах поэтому я напомню так случай что такое разрешимая группа значит разрешимая группа ну стандартное определение такое ряд из коммутантов должен сходить к единице то есть у вас есть же но сверху штрих содержит за два штриха и так далее сверху н и это должен быть кривиальная группа где штрих это коммутант и это подгруппа порожденная коммутаторами то есть она порождена всеми произведениями же аж именно спираж минус 1 где же и аж пробегает же так ну давайте я напишу каком-нибудь утверждение вы мне скажете даст и на кого же были разрешимы группы подачу такое было когда-то были а но конечно вы ничего не помните да да прям вот прям версии на языке значит да да смотрите да а значит во первых ну давайте я напишу утверждение она хотя бы удастся на доске можно было потом распроизвести значит во первых коммутант нормальная подгруппа более того коммутант это наименьшая нормальная подгруппа фактор по которой является абелевой группой значит же штрих нормально уже же штрих наименьшая наименьшая подгруппа такая ну по включению такая что же позже штрих это абелева то есть вам должны после кабелева так это еще такая самая маленькая подгруппа чтобы это было верно например если же сама же абелева тоже штрих это ей поэтому вот это да и меньше по группу же меньше нельзя придумать и фактор сеть на абелев ну там еще есть всякие свойства что типа ну понятно что если вот есть гоморфизм то и от же штрих лежит внутри а штрих есть селективный то там равенство видео автор а в вы не знаете этот ну хорошо подарок очевидно отражение потому что если вы берете образ вот такой коммутант это он же такому танки образа вот ну собственно 1 через это доказывается потому что например ну как раз сопряженная я в том что сопряжение это за маркизм поэтому при сопряжении кому-то он должен приходить внутри себя поэтому это нормально ну вот это доказывается вот второй так это тоже из первого используя канонический гоморфизм джев фактор по подгруппе ну и так многие есть такие разные примеры то есть например ну то есть хорошо бы знать что например там с 4 разрешима с н разрешима при н меньше либо равных четырех и н разрешима при н больше равных пяти это вам нужно видеть или вы это знаете якобы да да хорошо ну и последнее но да но самое важно чтобы тут понадобится это понимание того что если у вас вас англ разрешимость групп можно переписать вот видите у нас получилась тупочка нормальных подгрупп так что фактор абелев но как вы знаете ну может вы не знаете но можно поверить что абелев группа это прямая сумма циклических поэтому на самом деле вот эту штуку можно переписать в таком виде что же разрешимая тогда и только тогда когда есть цепочка подгрупп g1 g2 и так далее жека такая что же это нормально уже и минус первым и фактор же минус первого позже и это циклическая наверное у вас этого не было но этот след а было ну да но здесь а а велел понятно но если абелев то циклическая потому что белевая прямая сумма циклических можно их вот так вот разделить и собственно вот вот это ключевое свойство то есть ну помимо вот этих трех это ключевое свойство который нам позволит вот доказать что как бы группа 100 про него радикалах когда группа голова пользоваться многочлена она разрешима но вот это будет ключевым свойством все да извините что задержал да ну вот следующий раз мы вот говорим про разрешимость радикалах наверное там точно поставим пример многочин который разрешим радикалов на кроме того попробуем понять а чё вообще зависит играет и всё так 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 так